Добрый вечер. Сегодняшний день начинает отсчет новой истории Советского Союза. Бывшего Советского Союза. Единого государства, занимающего одну шестую часть суши, больше не будет. А есть содружество из 11 независимых государств. Заявили сегодня в Алма-Ате их лидеры. Очень. Отлично. Мы все подписали. Одиннадцать государств. Таким бодрым заявлением президента России закончилась алматинская встреча руководителей бывших союзных республик. Судя по стремительности работы, совещание продлилось менее шести часов, итоговые документы были неплохо согласованы предварительно. Теперь 11 из 15 республик СССР составляют содружество независимых государств. Лишь страны Прибалтики и Грузия не поставили свои подписи под приговором Советскому Союзу. Исторические решения принимаются непросто, заявил сегодня Нурсултан Назарбаев по поводу атмосферы встречи. Вероятно, участники совещания чувствовали на себе груз ответственности. Не каждому дано закрыть огромную страну. Поле для совместной деятельности разминировано, разорваны цепи тоталитарной коммунистической системы, считает президент Российской Федерации, выразивший полное удовлетворение результатами работы. Открывается простор для настоящего демократического содружества и продуктивных экономических отношений. Новая эпоха нашей жизни будет регламентироваться подписанным сегодня пакетом документов. Леонид Кравчук не рекомендует комментировать результаты алматинской встречи, считая любые заявления по поводу нового содружества преждевременными и политически неуместными. Ровно через 70 лет после образования СССР, 30 декабря, в Минске состоится следующая встреча лидеров содружества. Образованный сегодня высший координационный орган, Совет глав государств, окончательно решит вопрос вооруженных сил. На ближайшие 9 дней главнокомандующим останется маршал Шапошников. Появилась ясность и с руководством объединенными стратегическими силами. Ядерная кнопка передается президенту России, который может нажать ее только после согласования с главами государств участников содружества.